ты готова и я прошу тебя в энергио информационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1998 года воплощенного на земле 1 2 3 хорошо снимается все маски и голограммы 1 2 3 фантом перед тобой в первое с данным виде хорошо я даю команду любые копии голограммы все чужеродное что находится сейчас в его биороботе силу моего намерения выходит и становится рядом 1 2 3 все чужеродное выходит любые копии голограммы силу моего намерения да будет так у него нет голограмм его тело оно как привязано гирями руки и ноги сверху свет идет это еще будем разбираться хорошо бери его защищаем его физический биоробот потоком абсолютом беремел защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копии алексея поднимайся в комнату диагностики 1 2 3 пошел подъем да мы в комнате вот это вот алексей я говорю руки и ноги у него как гири привязаны груз за ним прячется тонкая копия и она его на себя как натягивает вот этот костюм ему страшно без него так это его костюм не знаю кто ему дал но он за ним прячется сам ладно давай разбираться хорошо мы приносим алексея и спрашиваем готов ли он диагностики доверить для нам свои биополе на период сеанса доверит хорошо и алексей стоит сканере и я даю команду на счет 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел и ответственные за эти подключки силой моего намерения притягивается в ветку тюрьму и становится ее заложником если эта голограмма притягивается от голограммы автоматически выстраивается канал и тоже становится ее заложником один два три сканер начинает сканировать все 7 тонких тел алексея но у него неплохие тела я вижу но от него сейчас выстроился канал и вот это вот это вот с гирями которые я не знаю как сказать это не голограмма это как она маска он натягивает она мягкая такая он на нее натягивал на себя как закрывался и она сейчас в клетке не пойму что это такое и давай от этого от этого костюма выстраивается канал к ответственному насчет 3 1 2 3 и притягивает ответственно в клетку тюрьму за эту маску 1 2 3 без этой накидки алексей тонко как ему ну как как холодно неприятно вот его раздражает все страшно вера я не пойму это его накид ли это не это не его накидка нет это не его накидка демон там рядом вот ну хорошо ты мне сказала считает цифры над головой дима на 1 2 3 он на тебя не воздействует вообще спокойно он даже смеется говорит что очень легко управлять если от демона с этим демоном еще кто-то работает и подключен к алексею от демона выстраивается канал и все ответственные притягивается в клетку тюрьму и становятся заложниками 1 2 3 он говорит мы же тоже нет ну не дураки все каналы почистили а я тебе скажу что ты дурак знаешь почему ну что ты зашел туда где уничтожают то есть ты смертник ты что думаешь что лучше вильзевула он говорит что так уж он связан с нами это мне не устраивает такой ответ объясни что значит так он уж связан с нами есть контракт с ним демон у тебя есть контракт с ним я спрашиваю на ком основании ты находишься в этом теле у человека который прочитал манифест и сказал что любая любой интерферент который будет найден в моем теле а будет отправлен галактическое ядро и перед его клеткой открывается портал галактическое ядро 1 2 3 он говорит так он уже давно втянут в эту игру то есть он согласен уходить галактическое ядро да нет он не согласен но человек давно втянут в эту игру да не рассказывай мне сказки человек не хочет с вас с вами вообще ничего общее уметь закрывается портал что значит втянут то что дед там строчит какие-то контракты и все что установил демон сейчас силами его намерения выходит из биополя алексея и безболезненно выходит и зависает в воздухе на счет 3 1 2 3 начинает наматываться как на веретено все энергии все подключки все что оставил демон на демонической чистоте все негативные энергии которые получил алексей выходит он выдавливает их из своего тела силой своего намерения включая сейчас белый свет изнутри выдавливает это все 1 2 3 ты знаешь он не может ничего выталкивать он но он как как сказать он напуган и вот как ступор в каком-то как замороженном вот он вот так согнулся его трясет и у него нет веры что ли то есть он хорошо я спрашиваю алексей алексей у вас есть намерение избавиться от демона но боится кто кого боится алексей а почему он боится но он стал с ними бороться вот с этим демоном с ними со всеми кто в него заходит а что это значит мне нужен ответ его воля есть у него и воля или нет плакать начинает алексей ты ученик архангела михаила соберись и прими решение ты готов бороться против этих сущностей он говорит что устал с ними бороться и как в таком случае поступок давай архангела звать другого варианта нет я делаю запрос и приглашаю архангела михаила выйти на связь да он здесь он сверху смотрит и он дает ему энергию вот как поток энергии дает он чтобы он почувствовал силу хорошо ждем как будто мир сошелся на алексея не на алексея сошелся но не на алексея алексей просто вовлечен ну мы наша задача алексея вытаскивать это наше поле боя ну вот сейчас тонкая копия его распрямилась согрелась она вот получила вот эти энергии и хорошо чувствовала защиту отлично спрашиваем тонкую копию алексея алексей ты выражаешь свою намеренно избавиться от этих демонических сущностей разорвать все связи с ним ты готов бороться да он готов отлично хорошо и насчет три я даю команду начинает выходить из биополя алексей все что находится на чистоте демона вся его энергия все его подключки чипы датчики все чтобы он не оставил все веревки разрезается все поднимается в воздух и наматывается в клубок перед алексеем на счет 3 1 2 3 начинает выходить все подключки чипы датчики наматывается в воздухе все энергии алексей включает внутренний белый свет и помогает вытесняет все энергии чужеродные из своего биополя до последнего микрона они выходят из его биополя все наматывается в этот клубок смотри из его тонкой копии разные стороны вот как из цветка лепестки только много тонкий нить выходит во все стороны и вот эти тонкие нити они его вот как скручивали как-то который он боялся то есть он сейчас все эти нити сам да вот этой силой поток он еще в потоке стоит но поток уже не такой сильный но он то есть архангел михаил здесь и он но как поддержку ему дает и алексей тонкая копия сейчас вот эти нити из себя в такой большой узел собрал и скрутил то есть он сам может бороться и убирать себя вот это все получается то есть он скрутил сейчас хорошо он все это сейчас скрутил есть интересно ответственность за эти нити давай эти нити сейчас отправим в клетку тюрьму 1 2 3 отправляем их в тюрьму и выстраиваем от этого клубка сейчас канал к ответственным 123 и сила моего намерения притягиваем ответственность за эту энергетику в клетку тюрьму становится нашим заложником 1 2 3 да будет так а так и есть мужчина отлично и от этого мужчины снимается все маски голограмма 1 2 3 предстает перед нами в первом данном виде согласно своему эфирному коду если это голограмма от этого мужчины выстраивать сейчас канал к ответственному и ответственны притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником 1 2 3 сила моего намерения да будет так но на нем останавливается это не голограмма я но вот как образ мужчины от него идут нити от рук идут нити но он с ними хорошо справляется то есть у него нет сожаления или более вот этот мужчина кто чем справляется не понял мужчина который клетки от него идут эти нити я понял вера я не понял это голограмма или не ставим это не голограмм ставим маячок зеленый-красный если это голограмма загорается красный цвет если нет если это органическая сущность зеленый 1 2 3 какого цвета маячок зеленый органическая хорошо направляя на него щит и сжигаю если это голограмма все голограммы мощнейшим ударом 1 2 3 удар ну как закрывается горит также и сжечь можно что делаешь эти сейчас сожгу если ты не выйдешь из голограммы даю тебе последний шанс сейчас открою поток абсолютного над этой клеткой отлично активирую печать семья архангелов запрашиваем мощнейший удар любви отца и мощнейшим ударом света начинают долбить его 1 2 3 удар пошел свет любви отца пока не в пепел не превратится вот это голограмма и он не выйдет сжигаем голограммы открываем над клеткой поток абсолюта цвет любви отца начинает заливать его клетку 1 2 3 пошел свет он вышел кто это какой-то настырный кто-то очень волосатый хорошо выключаем свет 1 2 3 какой я настырный снимается все маски и голограммы фантом пристает передо мной в первом данном виде согласно своему эфирному коду но это волосатый рогатый считает цифры над головой 1 2 3 50 не вижу вторую цифру он отмахивается горячете дадут мы эти эти сейчас сожгу здесь ли ты не будешь меня мешает работать еще раз запрашиваю какая цифра над головой 1 2 3 58 58 назови свое имя демон борган и второй у нас был 12 герцовый да ты сказал или сколько 20 герцов 20 герцовый я к тебе обращаюсь ты там что-то говорил насчет мы хорошо следы все замели да расскажи мне еще раз повторяй эту фразу он сидит шоке он сидит шоке отлично влац режем у два рога 1 2 3 да будет так клетки кричит этому и 150 150 тысяч герц удар один-два-три удар по демону уменьшая демона в два раза один-два-три да будет так атаки есть он говорит ему останови его пока он меня не убил я тебя сегодня уничтожу я сказал я всех уничтожу кто будет входить в это биополе вы самоубийцы вы пришли туда где уничтожают аптер подхожу так демона это 20 герцовый замер в клетке в своей только тогда говорит когда я буду спрашивать обращаясь теперь 58 герцовому ты что здесь делаешь на ком основании ты находишься здесь на основании давней истории у тебя есть контракт с ним лично нет значит и здесь находишься нелегально правильно у тебя с ним нет контракта ты находишься в его биополе правильно здесь хоть одно законное основание находиться здесь почему ты думаешь что ты какой-то особенный и тебе ничего за это не будет демон ты видишь как я настроен дожди он сказать что ты говори его род продан замешан какой-то истории род данные истории он говорит демон я знаю эту историю с дедом я лично расторгал и сжигал этот контракт его нет он может находиться только по роду у отца алексей но не в алексея на этом основании ты находишься здесь как интерферент ты не имеешь права здесь вообще находиться и ты зная это игнорируя законы мироздания право свободы выбора энергии и распоряжает распоряжаться этими энергиями ты что выше абсолюта или кто ты у меня своя иерархия когда замешан народ он распространяется на всех то что дед у вас там эти контракты подписаны не имеет никакой силы никакой силы они не имеют вообще никакой они не действуют на алексея он прервал эту связь эти вторую попытку даю сейчас сказать мне правду если нет я начинаю на тебя воздействует и поверь мне у меня есть средства воздействия на тебя вильзиву может подтвердить ты просто так не уйдешь сегодня ну вот это даже нет деда он не сейчас показывает как голограмму история про которую от говорит и в которой замешан рот то есть она тянется еще дальше проклял кто-то рот никакого проклятия не нашли все контракты были аннулированы так верты не скажи сейчас давай вернемся к нашей теме мы сейчас были посередине в работе мы сейчас вытянули все что у него осталось ничего бы давай еще он собрал сам что мог ему надо еще от почистить еще от этих нитей а хорошо еще раз дать команду лист или запустим сканер команда и я даю команду и алексей повторно сейчас начинает выдавливать из себя все родные начинает на чистоте демона выходить закручено перед ним клубок шар крутится до тех пор пока последний микрон не выйдет из биополя алексей алексей помогает включает белый свет выдавливает все чужеродное он очень легко это тело силой намерения он до сих пор потоки стоит ему легко если он сосредоточиться на этом потоке у него очень хорошее намерение которым он может работать просто вот своим намерением очень с него легко все выходит и закручивается хорошо наблюдаем ждем окончания знаешь мы после отлично хорошо и открываем портал в галактическое ядро и произведем сброс всей этой энергии 1 2 3 уходит в галактическое ядро на переработку и у нас там еще шар в клетке был да от которого канал выстроился к демону да и открываем под ним портал в галактическое ядро и он уходит в галактическое ядро посмотри борган куда ты сегодня уходишь вот туда куда твоя энергия ушла эти себя покажу мои намерения поверь мне я не алексей закрывая печатаю растворяй готова и да то есть вот эти нити к нему больше не придут если он будет всегда представлять вот этот поток своего учителя не защищает сжигает любые поступки получается сейчас вот в таком как в защите в этом потоке вокруг него очень надеемся что алексей наконец уже осознает свои силы и возможности и наконец уже возьмет свою защиту в свои руки силой своего намерения очень мы это желаем хорошо вера давай знаешь что сделаем сейчас мы сейчас проведем с тобой проверку если какие-нибудь контракты договоры и все остальное хорошо и по закону свободы воли души и закону права распоряжаться собственными энергиями алексей должен взять ответственность за свою жизнь свои руки и выразить это намерение он готов это сделать да он кивает хорошо я говорю вслух а его тонкая копия пусть повторяет за мной я вызываю все соглашения контракты договоры на всех других прошлом настоящем и будущем внутри всех измерений плотностей уровней сфер реальности вводы дополнения к соглашениям контрактам и договорам один два три ну вышло что-то от него картинка сейчас идет вот так она давай картинку расскажи мне но я пока не пойму просто там человек он с мечом его на войне прокляли перед ним женщина они сзади руки связаны на на коленях стоит вот так вот он и голову отрубил когда это было 1535 он сам вынесет приговор и понятно эта женщина мы можем сюда пригласить она ушла она должна была уйти она же не проклинала кто проклял она но как он объявил что она ведьма вот как это был родственник алексей хорошо так мы можем пригласить эту женщину дожди как бы это не алексей был но это понятно что не алексей это его родственник может алексей дожди посмотри у нас уже был такой случай помнишь когда монахиня прокляла нет это было родственника и вот перед тем как он я отрубил голову она сказала что я накладываю проклятие на весь твой рот по мужской линии вот так вот никогда вы не будете в спокойствии хорошо если она сделала проклятие так соответственно она не ушла в другой мир она здесь она присутствует здесь мы ее можем нет и вот это слова которые не сказала вот картинка это они прилипли вот к этому человеку причем он знал что она не ведьма он знал что он делает хорошо мы можем сейчас этим человеком пообщаться да можем как нему обращаться какое него имя он все-таки показывает что он как пишет так пальцем алексей и показывает на него потом на себя значит он хорошо алексей такая ситуация ты в 1000 мы к тебе пришли из 2021 года ты в 1514 году убил человек это человек сделал проклятие на весь твой рот и сейчас тебя из-за этого в этой жизни атакует демоны ты должен сейчас как-то загладить эту вину и попросить искренного искреннего прощения у у этой женщины которую ты убил слушай вибрации такие тут показывает на женщину на этом да и говорит что это алена но вот он не разговаривает от него идет вот эти вибрации к этой информации хорошо и вот эта информация игры что алексей будет знать кто это что он должен просить прощения у лены алексей дело в том что в этом физическом теле не знает что сделал ты в 1514 году поэтому я прошу тебя сейчас произнести эти извинения алексей со своей стороны все сделает в этой жизни чтобы помянуть этого человека алена как ты говоришь ее имя показывает на голову на свою и на алексея потом информация что у него есть в голове это информация и он пытается вот через века к нему пробиться чтобы чтобы ошибку свою то есть это ты имеешь ввиду эту ошибку может сделать исправить только алексей да в этой жизни до искренне прощение принятие и искренне попросить прощение я думаю он знает как это сделать и простить ее за проклятие тоже и простить ее за проклятие хорошо она тоже должна будет потом его простить после того как он это сделает что нам делать я сейчас ее вижу у нее уже отрубленная голова рядом валяется не знаю как прощать да она не сможет больше прощать но вот какой-то от него идет что он знает эту алену он кивает хорошо 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 в любом случае нам это проклятие нужно как-то сейчас аннулировать я прошу сейчас алексея произнести искренние слова сожаления и прощения за то что он сделал вернее его родственники ли он же 500 или 600 500 лет назад он должен сейчас высказать это сожаление искренне и попросить прощения за это убийство которое совершил 500 лет назад он любил эту же женщину но был жестокий и наказал и наказал очень жалел потом не мог простить себя и так алексей начинай говорить говорит что он знает алексей попроси прощения прямо сейчас у этой алены говорит а моя милая дорогая любимая девочка все мы делаем ошибки на которых учимся и сами себя проклинаем сам себя что ли еще добавил вполне возможно сожалению вот это которая у этого мужчины на картинке и от всей своей души искренне молю тебя прощение и прощаю тебе твое проклятие а сейчас мы просим ответить выше я этой алены за алену говорит имени моей чистой души прими мое прощение и прости меня да будет так алена может сейчас нами общаться мы можем вызвать ее душу да есть алена наша стоит над вот этой девушкой без головы алена мы приветствуем вас сейчас алексей произнес слова в которых он глубоко сожалеет то что он сделал с вами он попросил прощения и вашей власти простить его или не простить и забрать это проклятие тем самым вы освободите разорвете этот круг который преследует его 500 лет какой ваших что я давно простила его и аннулирую 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 это проклятие благодарю вас алена желаем вам всего наилучше нет твоя душа чиста отлично благодарим вас уважаемая алена она еще говорит что у нас будет шанс все исправить отлично алексей живет видимо сейчас они встретятся или уже знакомыми уже знаком да отлично на второй раз такое не свершится я очень рад алена вашему решению я благодарю вас за это от имени алексея нас всех она говорит что я благодарю алексея за его прощение великолепно отец всех прощает это неправильный выход на низкие энергии за которые я тоже понесла наказание до сесть вынесли свой урок благодарю вас алена нам надо дальше сейчас спасать алексея мы тогда будем разрывать сейчас аннулирует все эти контракты последние которые вернулась к этому парню с мечом да и говорит что благодарю тебя и прощаю и благодарю тебе за то что это это прощение случилось мне сейчас очень весело и хорошо но она в таком ореоле чистом конечно снять такой груз идите с миром благодарю алена всего доброго и вам прощаемся с вами нашла хорошо все алексей вот этот контракт сейчас висит и сейчас переходим к его аннулирование повторяй за мной внутренней власти моего суверенного я я объявляю что все эти соглашения ноль и аннулированы я резервные копии скрытые копии зеркала и все перечисленное ранее первичную энергию я возвращаю всю свою энергию которая вошла в эти соглашения по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями возврат энергии есть ну как молния отлично пошел возврат энергии все открываем портал в галактическое ядро и насчет 3 скидываем это мусор весь галактическое ядро 1 2 3 улетает все до последнего микрона закрывая печатаю растворяя и вот сейчас его тонкая копия он тоже вот этих энергии весь и он говорит то руки подняла так говорит аленка моя я знал что ты меня пристишь но он освободился вот от этого груза надо было все 500 лет подождать и нас встретить да вот такие истории вера бывает с ума сойти ладно поехали дальше все это мы скинули сюда вера поехали я подхожу к алексей клуб руки на плечи мощнейшим ударом 100 тысяч герц сжигая все каналы 1 2 3 удар ему не нужен он сам может сделать хорошо знаешь сам тогда можете сделать до готова отлично открывается портал в галактической ядро весь мусор все каналы улетают галактической на переработку 1 2 3 готова и это алексей еще смотрит на клетку на них и смеется и говорит это вас я боялся давай спросим у демона боргана борган к тебе вопрос ты там за контракты рассказывал за проклятие родовые тебя есть что-то сейчас сказать мне он говорит что дедушка то все равно остался и что дедушка то не живы это пока он жив он мог писать а это все что вы там делаете это фальшивка понимаешь ни на каком уровне это не считается контрактом вообще ничем сейчас у вас последний шанс был с проклятием его больше нет никаких контрактов с вами нет он свободная душа орган ты понимаешь понимает как мы с тобой будем решать эту ситуацию теперь исходя из этих новых изменений давай заключать какие-то игры правила делать у меня было желание эти сегодня уничтожить но я не буду тебя уничтожать эти оставлю таким каким то есть я тебя отправлю на твою чистоту зная что ты передашь эту информацию дальше вот я тебе серьезно говорю борган с этого момента уже никаких разговоров больше не будет сверху что у меня больше нет ниточек дергать за него согласен согласен ладно хорошо борган тогда я буду тебя отпускать на твою чистоту я рад честно говоря что мы с тобой бесконфликтно решили эту ситуацию насчет этого 20 герцова он получил только за то что он был самоуверенный в том что ему ничего не случится давайте его спросим как там ты 20 герцов у тебя еще есть самоуверенность какая-то будешь следующий раз оценять противников с которой ты имеешь дело или будешь хамить он кивает но он ничего не хочет говорить при а хорошо ладно возвращаем у его размеры насчет 3 1 2 3 и я думаю тоже сегодня сделать свои выводы ты сделал свои выводы сегодня демон 20 герцовый ты понял этот урок да сделал сделал хорошо иначе 3 возвращаем у его рога 1 2 3 вырастают точно такие же которые были на этом месте хорошо все договорились я отпускаю вас демоны вы мы сегодня с вами тогда закончили готовы уходить хорошо открывается внизу портал на частоте 58 герцового демона против часовой стрелки 1 2 3 и он уходит на свою чистоту закрывая печатая растворяясь в огненную пентаграмму готова хорошо 20 герцовый ты мне что-то хотел сказать говорит что всегда есть кто-то выше меня я понимаю подвластен сам себе я страдаю я ты получил за то что ты был слишком самоуверенный если ты просто спокойно сказка стоял и коммуницировал но ты был уверен что я ничего не найду мы это нашли за это я тебя наказал я верю что со мной ничего не случится ну понятно сейчас тогда пойдешь вниз и расскажешь что с этой парой случилось с демоном вильзивулом и кто такой утверждает он вас обманывает нет такой техники которая не позволит мне найти вас у меня совсем другие полномочия совсем другие силы меня поддерживают вот именно этот момент демоны не поняли они решили они имеют с кем-то с начинающим и так далее меня это немножко задевает поэтому я сказал это самый последний раз когда я отпускаю демона живым из биополя Алексея следующий раз я буду уничтожать это самый последний раз это уже десятая чистка Алексея но мы не видели этого проклятия родового сейчас мы это все убрали теперь уже нет никаких нитей ты понял демона вот это передай пожалуйста своем мире договорились хорошо открывается внизу портал на чистоте демона 1 2 3 и он уходит на свою чистоту закрывая печатая растворяя из того огненную пентаграмму сейчас я окно открою хорошо ты знаешь если вы этот демон нам не подсказал с этим родовым проклятием я думаю мы бы еще долго имели проблемы такие мы эту технику теперь себе возьмем да верочка да у него еще есть плащ в клетке вот этот ну как маска а понял хорошо открывается под плащом портал в галактическое ядро 1 2 3 он летает в галактическое ядро на переработку закрывает печатая растворяй готова хорошо давай заправим алексея энергиями фух сеанс какой он готов да будем возвращать ангел михаил заправил и дал ему защиту он очень сильный с этой защитой вот он руками как-то вот эти каналы он спокойно отбил он знает что он делает и может использовать ее ты знаешь может быть это все блокировало вот этот проклятие эти все знания может ему они не открывались до того момента я еще не видел чтобы он сам своими энергиями работал а вот сейчас он начал работать сам он стоит в таком ореоле как желтая такая вскал энергия какая-то золотая солнечная и она она защита и от вот он в ней он этой энергии может много что делать я еще хотел спросить блага поблагодарить архангела михаила за его помощь если он хочет что-то сейчас два слова добавить от себя алексею горы что алексей сам свои силы не знает надеюсь узнаете архангел михаил плагать может быть он темным так он может быть и светлым да вы об этом говорили самом начале я помню эту тему у него и те и темные тоже говорили сейчас он полностью светлым светлой ауре и у него есть силы удерживать алексей ты все слышал больше тебе уже говорить на по этой теме действительно уже ничего все благодарю вас искренне архангел михаил за вашу помощь за ваше время всего доброго будем возвращать тонкую копию алексей готов да готов хорошо и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию алексея в систему биоробот душа заводим подключаем его каждой клеточке каждой извилинке мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами того биоробот сейчас подключился и он руками это кулаки сжимает говорит это что-то новое эти ощущения как будто я их знаю но подключился ему комфортно отключаясь это от объекта и перемещаясь свою комнату диагностики 123 вот этими силами он как наполняется этот биоробот у него входят они и он полностью гармонизировался с ним очень хорошо да и здесь и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok